Друзья, в эти непростые дни мы должны быть как можно дальше друг от друга, так что оставайтесь дома, дома лучше всего. Пандемия коронавируса. Самая актуальная на 24 апреля 2020 года. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России достигло 68 600 человек. За прошлые сутки оно выросло на 5849 человек. Количество выздоровевших достигло 5568 человек, за последние сутки выздоровело 677 человек. Всего в стране от COVID-19 умерло 615 человек, за сутки количество летальных исходов увеличилось на 60 человек. В Москве за сутки умерли еще 37 человек, у которых обнаружили коронавирусную инфекцию, сообщил столичный оперативный штаб. Возраст пациентов, от 37 до 86 лет, большинство из них имели сопутствующие заболевания, такие как хронический бронхит и сахарный диабет. Общее число летальных исходов, столица выросла до 325 человек. Правительство Москвы закупило более 200 тысяч тестов голландского производителя для выявления в крови антител к коронавирусу. Новые тесты уже поступили в некоторые московские медицинские учреждения. Аперштаб Москвы сообщил о новом скачке в темпах прироста числа больных в столице. Если на прошлой неделе в больнице поступало по 1300 человек с подозрением на коронавирус, сейчас их уже 1900 человек в день. Мар Москвы Сергей Собянин сообщил, что столица еще не дошла до пика заболеваемости. Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным университета Хопкинса, остаются США 869 100 человек. Испания находится на втором месте – 213 тысяч человек, Италия – на третьем – 189 900 человек, Франция – на четвертом – 159 400 человек, Германия – на пятом – 153 тысячи человек. Россия располагается на десятой строчке. Правительство Чехии разрешило гражданам свободно перемещаться по стране, а также выезжать за ее пределы. Границы Чехии были закрыты как на въезд иностранцев, так и на выезд граждан страны с 16 марта. На авианосце США Теодор Рузовелт, где зафиксировали вспышку коронавируса, все члены команды прошли тестирование на инфекцию, коронавирус подтвердили у 840 человек. Из них 88 уже вылечились, еще четверо находятся в больнице. В Италии число вылечившихся от коронавируса за сутки составило 3000 человек и впервые превысило число новых случаев заражения – 2600 человек. Власти назвали такие показатели особенно ободряющими. Государственная Дума Российской Федерации приняла в третьем чтении законопроект об административных штрафах за нарушение карантина и распространение фейковых новостей об эпидемии. Поправки, предусматривающие ответственность за нарушение режима карантина и других санитарно-эпидемиологических правил, совершенные в период режима ЧАЭС или при возникновении угрозы распространения заболевания, внесены в КААП. Как сообщает пресс-служба Нижней Палаты парламента, за нарушение карантина штраф для граждан составит от 15 тысяч до 40 тысяч рублей. Для должностных лиц, а также тех, кто осуществляет предпринимательскую деятельность без юрлица, наказание предусмотрено в размере от 50 до 150 тысяч рублей, последним может также грозить приостановление деятельности на срок до 90 суток. Для юридических лиц штраф составит от 200 до 500 тысяч рублей. В том случае, если нарушение повлекло за собой причинение вреда здоровью или смерть человека, штрафы увеличиваются. Для граждан, от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц, от 300 до 500 тысяч рублей, также возможна дисквалификация от 1 года до 3 лет. Для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Для юрлица предусмотрен штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Кроме того, за распространение в интернете или СМИ фейковых новостей об эпидемии юридические лица заплатят от 1,5 до 3 миллионов рублей. В том случае, если публикация фейка привела к смерти человека или массовым нарушениям общественного порядка, то штрафы составят уже от 3 до 5 миллионов рублей. Также предусмотрены наказания за нарушения, которые мешают функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры. Для граждан от 300 до 400 тысяч рублей, для должностных лиц от 600 до 900 тысяч рублей, для юридических лиц от 5 до 10 миллионов рублей. Друзья, в эти непростые дни мы должны быть как можно дальше друг от друга, так что оставайтесь дома, дома лучше всего. Продолжение следует...